Ну что ж ты страшная такая Женая, я шел по улице Веселый и счастливый А был вообще, я раньше парень Нетрустливый Но вдруг тебя Случайно встретил между делом Так испугался, что себе Штаны наделал Ну что ж ты страшная такая Ты такая страшная Ты не накрашенная Страшная и накрашенная Витаю, шановні друзі Сьогодні день 8 березня Міжнародний жіночий день, тобто свято И я хочу перейти на російську мову, адже там в Росії це свято більш в пошане Так вот, дорогие друзья Поздравляю всех женщин и мужчин России С Международным женским днем Ну, вы скажете, почему дед лётчик вдруг сегодня в морской форме Ну, это чтобы как бы догодить женщинам Угодить Почему? Объясняю Они все, я так понял, с молодости Что все женщины любят моряков Особенно любят моряков дальнего плавания Вот, я помню, прилетал в Ленинград В Булково, да Ну, встречался с одной мамзелей Вот, и как-то так получилось, она мне говорит Слушай, ты подожди Я своего тут провожу Ну, и пойдем в кабак Ну, я, соответственно, жду там за углом Выглядываю, так сказать Она там напричаленно там Плачет На этой пристани, да Провожает Махает белым платком И он улетает То есть Уплывает Или уходит Уходит Да На полгода Чтобы потом снова уйти на полгода Ну, так вот Такая жетуха А вообще-то Как этот праздник возник Ну, когда-то в Советском Союзе Боролись за права Женщин Поскольку до революции В России Женщина Она была Ну, как бы так Угнетенно Что дальше некуда Ну, крепостные женщины Как вы помните Скармливали своей грудью Породичных щенков Их продавали там Меняли на этих же щенков Вот Ну, и Такое было понятие, что Если бьет, значит любит То есть их Постоянно Да Воспитывали, так сказать И они были Довольны Но Потом Как говорится После революции Выяснилось, что Что-то здесь не так Вроде бы Слишком они Эти женщины Забитые Побитые Запуганные Давай их грамоте учить Да Вот Писать Считать В школу-то Они раньше не ходили Даже в церковно-приходскую Вот Ну, и Так вот Возникло Это Праздник Это 8 марта Да Ну Так сказать Который Должен был Отстаивать Права Женщин И вот Как-то В Москву Приехали Представительницы Из Парижа Модницы Такие Из дома Модели Кристиан Георг Ну, вернее Как они приехали Там Типа При Хрущеве Была какая-то Оттепель Да Оттепель Он там На 20 съезде Засудил Сталина Вынес его С мавзолея Выбросил Сказал Это тиран Да Тиран Давайте Вот Как-то Значит Уважать Женщины Перестраиваться Маленько Да И вот Во время Тойот Типели Пригласили Из Парижа Да Вот этих Вот Модниц Моделей Из Кристиан Диор Да Так вот Они ходили Там По Москве Интересная Была Реакция Да Вот Смотрите На эти Картинки Видите Здесь Вот Стоит Одна Из Моделей Кристиан Диор Да А Вокруг Вот Эти Вот Советские Бабы Они Вот Видите В Каких-то Этих Платочках Вот Смотрят Так Подозрительно Да Подозрительно Смотрят Удивительно Что же Здесь Происходит Ну Я так Понял И этим Моделям Собственно Они Взяли Корреспондентов Чтоб Те Снимали Фотографировали Селфи Да Им Была Важна Реакция Вот Советского Обывателя Ну И Действительно Реакция Была Как Видим Довольно Таки Крутая Да Они Все Были Удивлены И Ходили За ними Как Стадо Баранов Итак В 1959 Году Да Это Давненько Было Ну Я Уже В Первый Класс Ходил Да Хрущев Разрешил Привезти Из Загнивающего Запада Модные Модели Вот Ну И там Гардеробы Одежды Да На показ Которые Одевали На модели Девушек Францужинок И Привезли Это В серую Советскую Москву Вот Но Хотя Тогда Москва Это Была Столица Столица Вы Представляете Если бы Повезли Куда Нибудь На Урал Да Что Бы Там Было Там Бы Вообще Я Не Знаю Реакция Была Там Вообще Они Б Приняли За Инопланетян И Вот В северу В эту Серую Советскую Москву Прибыли Эти Модели Из Кристиан Диора Вот И Фотографировали Их Тут Фотокорреспонденты Лайфа Как Видим Вот Они Подошли Здесь Видно На Цветочный Базар Там Вот Стоит Женщина Одна В каком-то Халате Вторая Ватнике В этой Фуфайке Вот Они Конечно Ржут С смеху И Смотрят Как Их Фотают Да На фоне Этих Вот Чудовищ Ватниках Вот Модели Диора Гуляют По Москве Это Люди Из Огнивающего Капитализма С Несчадной Эксплуатацией Человека Вот А вокруг То Граждане Самой Счастливой И Свободной В мире Страны Вот Как Видим Вот Так Вот Такие Видите Какие-то Рожи На них Какие-то Тряпки На голову Намотаны Вот Вторая Вот И Среди Них Этих Ватников Вот Стоит Эта Красавица Из Кристиан Диор Ну Вот Дальше Смотрим Вот Они Пошли По Проспекту Да За Ними Толпа Идет Вот Какой-то Мужик Смотрите У него Такие Вот Штанищи Да Это Прям Как Из Стихов Маяковского Я достаю Из Широких Штанин Ну Действительно Куда Уж Там Хохляцким Шароваром То Ужас Вот Пацан Какой-то Забежал Наперед Чтоб Глянуть Ему В лицо Посмотреть Кто Такие Посмотреть В лицо Этому Загнивающему Западу Вот Что Интересно Советские Дамы На Фото Не Намного Старше Французских Леди Но Насколько По-разному Они Выглядят Лица Осанка Ноги Одежда СССР Стоило Развалить Только За то Что В нем Женщина После 35-40 Лет Забывала О том Что Она Женщина И Выглядела Как Старуха Да Действительно Вот Видим Здесь Дальше Нарезка Фотографий Да Вот Эти Дамы Из Кристиан Диор Смотрят А Это Вот Смотрите Выглядывает Из-за Угла Как Бы На чудо Такое Они Подошли К окну Видно Используют Его Вместо Зеркала Вот Ну Здесь Дом Вот С Гнилым Каким-то Фундаментом Не Забывайте Что Это Же Центр Москвы Вообще Реакция Советских Женщин На Французских Моделей Бесподобна Фотографам Удалось Запечатлеть Целую Гамму Чувств И Эмоций Женщины Постарше Пенсионного Возраста Смотрят На Моделей С Любопытством Но Без Особых Эмоций Они Давно Махнули На Себя Рукой И Не Воспринимает Моделей Как Конкуренток Для Них Это Просто Диковинные Существа Напоминавшие О Давно Прошедшей И Крайне Быстротечной Молодости Вот Видим Здесь Да Они В окружении Этих Дам Да Эти Вот Советские Бабы Ну Ужас Вы Видите Какая Разительная Какая Разительная Сущность Вообще Да Несовместимость Я бы Сказал Совсем Другой Взгляд У Женщин Помоложе В Этом Взгляде Растерянность Как И Вот Это Те Самые Угнетенные Женщины С того Самого Загнидающего Запада О котором Им Мол Постоянно Рассказывают В газетах Правда Известия Мол Что происходит Как Эти Женщины Приехали Эти Милые Дамы Загнивают Там В общем В таких Нарядах Они Процветают В этом Дерьме Ну Вот Здесь Видим Которые Помоложе Да Они Вообще В шоке Так Сказать Смотрят Мы Видим На них Какие-то Платья Такие Из Мешковины Вот И Они Смотрят На эту Даму Пожирающим Взглядом Таким Да Вот Видим Здесь Тоже Реакцию Видим Вот Здесь Вот Это Прям Схватилось За голову Как Же Так И Этот Пристально Смотрит Мужичок Да И Здесь Вот Женщина Тоже Глянула Как Же Так Что Это За Небывалица Такая То Да Гуляет Здесь По Москве Или Вот Советские Мужики Поглядывают На Моделей С Блаженным Видом Кота Увидевшего Сметану А Советские Женщины Однозначно Напряглись Внезапно Появившиеся Француженки Тут Же Сместили Оценочную Шкалу И Задвинули Их На Задний План Можете Быть Уверены Что Каждый Мужчина Увидевший В Компании Жены В этот День Французских Моделей Вечером Выслушивает Лекции О том Что На Загнивающем Западе Все Красивые Но Бездушные А Что Ты Хотел От Буржуазных Профурсеток И Вообще Не В этом Счастье Главное Чтобы Человек Был Хороший Впрочем Ночью Тайком От Мужа Женщины Будут Плакать Ну Ось Тут Бачимо Дэвид Вот Вы Видите Здесь Они Подошли Эти Модели Здесь Вот Стоит Милиционерша Старшина Вижу Старшина Постовой Службы Я так Понял Да И Они С удивлением Рассматривают Она В берете В каком-то Пиджаке Видать На три Размера Больше Вот И они Смотрят Непонятно Это существо Рассматривают Да Еще Мужик Мазь И 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 По Этой Помойке Прогуливаются Но Тут Они Зашли Это Видно Там В Ход В Кремль по-моему, вот это вход, да, вот, или типа того, что-то там, да, красная стена какая-то, да, и вот тоже здесь какой-то мужик с бородой, возможно, там московских цыганей встретили, скорее всего, а здесь вот какая-то баба, видите, вот, тоже стоит в растерянности вообще, думает, что это такое, куда я попала, так, а закончить подборку я хочу вот таким кадром из СССР 1953 года, в этом году французский модельер Иусен Лоран придумал невероятно красивое черное коктейльное платье в СССР и в этом же году показали модную коллекцию для ватников, вот, этих, значит, военизированной этой страны. Вот, как видим, да. Ну, здесь собрался цвет Москвы. Ну, и здесь комментарии идут, да. Ну, что бы хотелось добавить? Что бы хотелось добавить к этим фотографиям, да. Это фотографии тех времен, когда вот начинали праздновать 8 марта, как бы для самоутверждения советской женщины. Но, на самом деле, пока тут праздновали 8 марта, там, на загнивающем западе, что-то делали для женщины. Понимаете? Создавали там стиральную машину, микроволновку, посудомоечную машину, сушильную машину, ну, всякие там, знаете, электроприборы, да, мясорубки, парфюмерию. Ну, и вообще, все там создано для комфорта человека. Холодильники, телевизоры, пылесосы. Все это придумали там. В Советском Союзе там могли придумать только бомбу. Ну, и то не придумали, там, где-то украли, что-то скопировали, да, и выдали за свое и сделали погрозней, помощней, набили туда больше взрывчатки, да. Вот это могли делать в Советском Союзе. А что для человека делали? Сделали праздник. Ну, это типа как вот День Победы. Один день отпраздновали, а дальше эти ветераны войны там влачили жалкое существование. У них не было квартир, у них не было нормальных пенсий. И вообще пенсии в Советском Союзе начали выплачивать в 58-м году. В 57-м, по-моему, реформа прошла. И там пока начисляли туда-сюда год-два, где-то так. Начали около 60-го года выплачивать людям пенсию. До того ничего не было. Ни инвалидам, ни пенсионерам. Ничего не платили. Я сам помню, моя бабушка, она 900-го года рождения, она получила пенсию первую, да, вот, в 68-м году. Ей было 68 лет. Так что праздник праздником, а надо просто больше делать для этих женщин. А в Советском Союзе, что там, гордились тем, что... Вот в Казахстане там была такая трактористка Камшат Данинбаева. По-моему, так, да. Ее звали, она была трактористка. Ну, тогда женщины на железной дороге носили шпалы. Вот. На дорогах укладывали асфальт. Ну, и прочие тяжелые работы выполняли женщины. Ну, а праздновать, это был праздник лишь бы, так, знаете, для отвода глаз, вроде бы, они у нас в почете, да, эти женщины. Вот. А на самом деле, они были, ну, и сейчас, наверное, еще и есть, как бы, не на том уровне, что на Западе. Поэтому давайте меньше праздновать, а больше о них думать. С вами был Дід Олесь. До новых, цікавих встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, как всегда, зустрянемся на рулеце о 21.00 за киевским часом. До новых, цікавих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Я шел по улице, веселый и счастливый. А был вообще, я раньше парень нетрудливый. Но вдруг тебя случайно встретил между делом. Так испугался, что себе штаны наделал. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Ну, что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Одно я делала, как-то провернул неловко. Меня за это причесала уголовка. Там сильно били, колотили и пытали. Но я молчал. Но я молчал, а не лишь время зря теряли. Но миционер один садюга прикололся. Дал твою фотку, но тут я сразу раскололся. Ну, что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Ну, что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Я отсидел и постепенно все забылось. Хотя мне в снах ты иногда в кошмарных снилась. Я не хочу сейчас при всех ругаться матом. Тебе в музее ужасов работать экспонатом. Ну, что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Ну, что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Субтитры создавал DimaTorzok